Микс Ньюс. Исполняющий обязанности мэра Риги, Олег Буров, у нас в студии. Спасибо, что, несмотря на загруженность, вы все-таки пришли к нам. И, может быть, такой первый вопрос. Что дальше будет происходить, чтобы рижане и радиослушатели понимали. На сегодняшний день вы, исполняющий обязанности мэра, после решения всем нам известного министра. Что дальше? На сегодняшнем пресс-брифинге вы сказали такую, наверное, важную фразу о том, что давайте все-таки не забывать, что Рижская Дума – это, прежде всего, такой хозяйственный орган без политизации. Что это значит? Может быть, какой-то есть план работы в свете новых обязанностей? Добрый вечер, радиослушатели. Непростые времена. И знаете, что я хочу сказать? Я думаю о том, как и почему это происходит. Безусловно, то, что происходило в Сатексме, в Риге Сатексме, о чем мы узнали осенью в прошлом году, безусловно, это очень неприятные факты, безусловно, это крайне негативные факты. И я думаю, что они, ну, два рода, с одной стороны, это коррупционный скандал. Ну, давайте подождем, что будет, потому что в нашей стране… Да, эта фраза «следствие покажет», но в нашей стране мы знаем часто очень много случаев, когда вот это первое делается очень громко, а вот потом, оказывается, или не хватает фактов, или потом вот какая-то в тихую реабилитация. Ну, это первый шаг. Второе, то, конечно, узнали, и вот это закрытое заключение, которое было с ограниченной информацией Эрнста Уньянга, ну, фактически, благодаря господину Матису, который сказал, что оно недоступно всем, но потом его потихонечку вот так порционно пускал в прессу, да, и, в принципе, мы уже все узнали из прессы, да. А что он не сказал нам лично, то это мы узнали из НКПРСОН и ГДФАКТО, из других передач, да. Естественно, это плохо. Естественно, система консультантов – это неправильная, хотя мы отлично понимаем, она существует во всех партиях, и господин Кирсис, который больше всего возмущается об этом с трибуны Рижской думы, сам консультантом, работал таким же консультантом в Министерстве экономики, советником, сейчас он таким же консультантом у господина Ренкевича, я не знаю, как он сотрудничает с господином Ренкевичем, и как он его консультирует, я его все время вижу в Думе, ну, наверное, после работы по ночам он трудится на благо Министерства, Министра иностранных дел, да. Поэтому все это очень непросто, и, безусловно, это нужно менять, безусловно, это негативные факторы. Но что я хотел сказать? Самое главное, вот то, о чем мы с вами говорили, безусловно, об этом многие говорили в вашей студии несколько месяцев назад, перед выборами в САИМ, мы стали очень политизированы, мы стали очень критично настроены, мы стали популистски настроены. Вот эта вся волна, которая частично пошла из-за океана с приходом нового президента, эта волна прошла и по Европе, вот этот общий вирус вот такого негатива. Все плохо. Да, все плохо, мы все видим в черном свете, мы все видим, что все очень плохо, мы видим, что все чиновники это переворили вора-коррупционера, мы видим, что все предприниматели, они тоже жулики. Вот эта вся волна, она захлестнула, и мы этим забыли то, что есть и хорошие вещи. И если мы говорим про Нила Ушакова, ну, послушайте, он 10 лет был у власти. Никто до этого, я где-то посмотрел в Фейсбуке анализ, что там 11 лет был у власти там в позапрошлом веке кто-то. В Риге, да. В Риге, во всем, в нашу новейшую историю, в историю современной Риги, независимой Латвии, это рекорд 10 лет, и я хочу сказать, я уверен, что в ближайшие годы вряд ли, вот при нашей политизации общества, этот рекорд не будет побит, я в этом уверен. Это вот такой большой рекорд, как мы говорим в спорте, он не будет побит многие годы. И в это время, и то, что я сегодня сказал на брифинге, я говорю сейчас не как политик, я говорю как человек, который работал в исполнительной власти. Мой начальник, Ушаков это пятый мэр, пятый мой начальник как мэр. Я вам могу сказать, что при Ушакове сейчас объективное выряжание, ну, трудно спорить, по-моему, с этим, очень много, что было сделано положительное в Рижской Думе, да, это приведенные в порядок школы, это там больница первая, детские сады, спортивные территории, большие объекты как ВЭФ, театр русской драмы, Макс Лос-Музей, Дом культуры земель, Блазма и так далее, и так далее, да, и все это приведено в порядок. Естественно, чудес, сколько именно во время Ушакова стали все большие льготы проезда в транспорте для пенсионеров. До этого было просто очередной категорией возрастной, по-моему, свыше 75 лет, а до этого после него сделали всем. Бесплатная беда, то есть очень много социальных акций. Да, можно сказать, денег столько есть, сколько есть. Может быть, нужно было меньше выделять вот на то, о чем я только что сказал, больше выделять на дороге. Ну, мы же с вами ездим по Латвии на своих машинах, мы видим, дороги везде такие. Но в Риге это политические ямы, это сразу же ошибки. Господина Ушакова. И вот в эти политические ямы мы сейчас все и попались. И мы видим, я не хочу сейчас оценивать решение министра Пуца, но что я хочу сказать, да. Мне сегодня звонил один бывший посол одной из европейских стран, с утра прочитал, он прочитал вот это заявление, он говорит, а как мэр Юрмале у власти? Я говорю, да. Он говорит, ну, странно. А как вот еще там мэр один, я читал, на него заведен уголовный процесс. Он у власти? Я говорю, да. Поэтому мы говорим сейчас, не оцениваем вот эти факты, да, конкретно, но это решение выглядит политическим решением. И то, как говорит оппозиция, и то, как сегодня. Вот только что я был на одном из интервью, и один представитель оппозиции, представитель фракции оппозиционной, он сказал, мы говорили перед выборами, что мы хотим получить власть, что нужно смещать Нила, и, наконец-то, мы добились. Немножко вызывает удивление вот эта фраза, да, мы добились, что Нила убрали. Не хватило сил выиграть в выборах, не хватило терпения дождаться 21-го года. Как-то не очень это выглядит демократично. Вот скажем так, да. Если мы говорим о Думе, нам нужно спокойно решать хозяйственные вопросы, поэтому я сегодня говорил и обращался к депутатам, и говорил о том, что нам нужно решать хозяйственные вопросы, в первую очередь, нам всем нужно снизить вот этот накал политических страстей, и не забывать о том, что нас все рижане избрали, всех 60 депутатов, для решения хозяйственных вопросов. А это возможно? Не для популизма. Нас же не избрали за тем, чтобы мы за один день отремонтировали все улицы, или всем дали транспорт бесплатный, или вообще доплачивали, каждому там давали по бутылке колы и фанты за то, что они садятся в общественный транспорт. Нам, наверное, люди избрали за то, что они верили, что то, что мы обещаем, нужно сделать. Вот нам нужно сейчас продолжать спокойно работать, продолжать наши хорошие проекты, одновременно, безусловно, сделать выводы вот из этих ям, в которые мы попали, и это ликвидировать. Это возможно, потому что, ну, мы понимаем все равно, как бы, несмотря на все призывы, есть реальность. Ведь есть оппозиция, есть коалиция, или, возможно, даже в этих условиях какой-то диалог. Я думаю, что диалог с коалицией, с оппозицией надо вести. Но этот диалог может быть конкретным. Я сейчас скажу, я до этого это не говорил, где я вижу вот этот диалог. Это освоение европейских денег. Пожалуйста, мы знаем, что в нашей стране не все европейские деньги освоены. Чудес не бывает обязательно к концу европейского периода. Они освоены не будут. Я бы очень хотел, чтобы те политические партии, которые в Риге в оппозиции, но в позиции в стране, чтобы они помогли, вместе с нами конструктивно сотрудничали, чтобы мы могли эти деньги получить для города. Извините, не для позиции, не для этих 32 депутатов, а для города. У меня есть конкретные проекты. Я бы очень хотел, например, получить европейские деньги на эстраду в Межапарке. Ну, подумайте, все эти, вот сейчас мы заканчиваем вторую очередь, потом еще будет третья очередь, это все будет стоить около 100 миллионов евро. Это заем беспроцентный. Ну, в государственной кассе, но мы его с вами, дорогие рижане, должны будем отдать. А что такое эстрада праздника песни? Это, извините, это икона для всей нашей страны, это абсолютно государственный объект. Ну, так дайте хотя бы 20 миллионов, 23 миллиона с европейских денег, чтобы немножко облегчить вот этот нас, наших проблем. Почему во всех городах Латвии, а эти все города, это, извините, это или половина нашей Иммонты, или половина Пурвцемса, да, ну, я имею в виду по численности населения, или там, если большой город, так это один Пурвцемс, или там одни плярники, да, почему эти города получают на какие-то свои проекты, которые, безусловно, очень нужны, половину государственного финансирования, а мы не получаем ничего, а мы делаем только за все, за свои деньги. Почему нам трудно получить европейские деньги? Ну, было же вот одного из предыдущих политиков, исправящих партии выражений. Пусть они хоть на танках ездят по этой Риге, мы деньги сюда не дадим. Но кто они? Ушаков и Америкс на танках едут. Мы все ездим на этих, на машинах по столице, да, поэтому я думаю, вот это движение навстречу друг другу, оно может быть, я верю, то же самое касается Министерства образования, Министерства финансового получения, дополнительных европейских средств, какие-то общие проекты. Мы это делаем. Я могу сказать, я во многих передачах у вас обе говорил, что у нас хорошее сотрудничество по хозяйственным вопросам с Министерством культуры. Мы не говорим о политике, мы абсолютно разные в своих политических взглядах, но мы не говорим о политике, мы с госпожой Мелбарда решаем вполне конкретные вопросы. Я бы очень хотел, чтобы такое у нас сотрудничество было и с министром образования, который сейчас представляет ЕКП, чтобы она поняла, а не просто это были декларативные фразы. Город Рига что-то не сделал в оптимизации школ. Пойдите, смотрите эту проблему, давайте делать вместе. У нас есть вполне конкретные предложения. Вот я думаю, это сотрудничество с партиями может быть в такой области. То же самое Райл Балтик, тот же самый Сканста-Странвай. Можно говорить, министру транспорта не нравится Сканста-Странвай проект. Ему не нравится. Но чиновники министерства считают, что эти деньги, если мы их не хотим потерять, а это большие деньги, то это единственная возможность там реализовать. И в конце концов, реализовав этот проект, я хочу сказать, не надо думать, что там этот трамвай поедет по кладбищу, там еще где-то. Этот проект, так скажем, сейчас в известной мере упрощен. Он не просит снос каких-то других домов. Трамвай поедет посередине от улицы. Но мы получим с вами один нормальный круг, круговое движение, которое очень важно для организации вообще транспорта в Риге. Как в любом городе есть такое круговое движение транспорта. Это может быть самый простой, самый дешевый в данном случае вариант. Но давайте его реализуем. Такой вопрос, который не могу не задать, вот исходя из того, что вы сказали в самом начале Ригы Сатексмэн, многие, наверное, радиослушатели спрашивают, те, которые поддерживают и у Шакова тоже спрашивают. Но все-таки мы знаем, что определенные критические стрелы в Риге Сатексмэ были по результатам аудита. Мы сейчас о расследовании не говорим. Что можно сделать? Я так понимаю, что сейчас и исполняющие обязанности мэра, вот вы, еще есть вице-мэр Баранник, между ними распределены общего капитала. Что это значит? Чуть-чуть, если можно радиослушателям рассказать. Не знаю, будет усилен контроль, еще что-то. Значит, я как два вице-мэра, я как вице-мэр назначен Ушаковым исполняющим обязанности, я буду исполнять свои обязанности мэра до тех пор, пока Нил Ушаков не будет избран в Европарламент, тогда он потеряет автоматический мандат депутата Рижской думы, и тогда в течение двух месяцев по закону должны пройти выборы. То есть ориентировочно вот где-то на месяца два с половиной, три, где-то около 90 дней я исполняющий обязанности, потом выборы. Сразу же скажу, чтобы сразу же убрать какие-то там интриги, разговоры. На сегодняшний момент никто не думает, не философствует о том, кто будет утвержденным следующим мэром. На сегодняшний момент я выполняю работу на эти дни. И что будет дальше, решат, конечно, и лидеры двух партий, которые формируют сейчас коалицию. Это Нил Ушаков, Андрис Америкс. Что будет, это увидим, посмотрим. Ну, вот. Что касается вот этих общества капитала, я так понимаю, что поделена ответственность. Вадиму Бараннику, да, Вадим Баранник будет отвечать. Сейчас вот, вот было мое первое распоряжение. Он отвечает за департамент развития, за строю права, за департамент сообщений, за департамент благосостояния. Естественно, у меня, как у исполняющего обязанности мэра, ответственность за все. Ну, вот такой промежуточный, отвечающий за это дело, это Вадим Баранник, вот за эти структуры. Кроме того, он является ответственной за наши общества капитала, наши муниципальные предприятия. Это тоже Рига Сатексма, это Рига Снаму Парвалнекс, это Центральный рынок, это Первая и Вторая больницы, Роддом и поликлиники, Зоопарк, по-моему, я все перечислил. У меня, в свою очередь, остались Рига Суденс, Рига Силтумс, Пилсадбовнекс, который строит социальные, Рига Смежи, Рига Снами и Гетлини. Вот это мои предприятия. Остается не так много времени, совместим, как бы, и такую очень важную и полезную информацию. Недавно Рижская дума, просто вы у нас не были, довольно давно приняло и бюджет. Тогда приоритеты сейчас, как это исполняющие обязательства мэра, что все-таки в этом году хотелось бы, с учетом того финансирования, которое есть, я так понимаю, что его будет меньше, чем вы планировали, какие приоритеты можно тут расставить? Бюджет утвержден, расходная часть немногим больше миллиарда, есть, ну, относительно дефицит бюджета, посмотрим, будем, конечно, заниматься тем, чтобы приходная часть обязательно выполнялась, а может быть, превзошла ее. это дороги, будет ремонтироваться улица Красно, Бруненеку будет ремонтироваться, будут ремонтироваться другие дороги, Брасовский мост будет ремонтироваться, дальше, я думаю, что вот это такое очень важное начнется уже в этом году, во второй половине, это продолжение Южного моста, четвертая очередь, будет продолжаться это Южная магистраль, это в районе улицы Ветолвос, Браслос, тоже ремонтные работы, начнется строительство, наконец-то, путепровода в Мангале, это очень важно, чтобы не стоять людям в пробках, где железнодорожный переезд в Саркандаугове, это часть, если мы говорим про транспорт, главное, с 1 сентября этого года бесплатное питание в детских садах, и если мы говорим о той сфере, которую я непосредственно отвечаю, это где-то в 40 детских садов и 42 школы, где будут разного вида ремонтные работы происходить, это первая больница, будет осенью закончена, строительство реабилитационного центра, это будет самый большой реабилитационный центр в Латвии, одновременно начнем с ремонтной работы для создания еще нового операционного блока, потому что операционный блок существующий, шести залов, первые больницы уже полностью загружен, поэтому мы создаем. А это самое современное, кстати. Да, самое современное, поэтому, когда мы говорим о больницах, мы говорим некому работать, я слышал от многих медиков, что на самом деле первая больница очень для них успешный проект, они с удовольствием туда идут, как-то и удается там немножко и выше зарплату платить, условия труда лучше, вся инфраструктура лучше, в общем-то нравится коллектив, я думаю, вот это очень важно, я хотел бы выразить на самом деле благодарность и председателю управления первой больницы, доктор Злобиной, вот очень важно, что у нас в руководстве первой больницы врачи, профессионалы, не просто менеджеры или политические персоны, вот, поэтому не будем забывать, уважаемые радиослушатели, о хороших вещах, да, и не говоря уже о школах, и, конечно, самый наш большой объект это эстрада в Межапарке, где-то через, вторая очередь, где-то уже через несколько, на следующей неделе, в четверг, мы организовываем день открытых дверей, потому что уже можно сейчас видеть, как создается уже, как строится подвал, первый этаж уже создан, вот этой новой эстрады, бетонирование идет в три смены, работают больше ста человек, работают тоже по ночам, график положительный, довольно по сравнению, идет с опережением в один месяц по сравнению с графиком, который дан заказчику, и, ну, что очень важно, там будут сейчас привозить большие металлические конструкции, устанавливать, я думаю, летом будет очень интересно смотреть, как большие длиной в 23 метра, 25 метров металлические конструкции будут устанавливать. Вот это главное, о чем мы говорим, будет закончен летом спортивный комплекс в Имонте, похожий, да, на 4,4 гектара, будет Фрича Бривземнека, школа там тоже будет, вот около Генскландского рынка большая игровая площадка, так что довольно, довольно все много, начнется строительство лабораторных корпусов в классической гимназии, в Золитуцкой гимназии, продолжается строительство в Англию гимназии на улице Звардес, поэтому все эти работы будут происходить, как всегда, Рига будет как большая строительная площадка и заканчивая это, продолжается программа софинансирования, в этом году миллион 200 будет выделяться на выделение фасадов исторических зданий, частных зданий, так что это тоже хорошо, и поэтому я уверен, вы оцените, Рига становится красивее. Ну что ж, это по крайней мере есть результат, да, вот есть популизм, о котором мы говорим в самом начале, а есть конкретные вещи, которые каждый рижанин, наверное, может пощупать. Да, поэтому нам не нужно это забывать, но будем, несмотря на все это, смотреть, и вот заканчивая разговоры Рига Сатексма, я хотел сказать, что мы часто ругаем, да, есть эти негативные вещи, но, дорогие мои, не забудем, пожалуй, что Рига Сатексма это сотни людей, которые рано утром выходят на работу, готовят этот транспорт к выезду, которые его технически обслуживают, которые водят его, да, но не будем говорить, что все Рига Сатексма это плохо, у нас современный транспорт, у нас современные сети, у нас хорошие трамваи, и главное, ну будем ценить вот этих людей, водителей, которые работают, и если были отдельные лица, которые работали плохо, ну вот, если это на самом деле так и есть, они должны быть наказаны, конечно, это нужно все менять, но не забудем о том, что это много сотен людей. Олег Булов у нас в студии был исполнительный, исполняющий обязанности мэра Риги, большое спасибо.